В итоге к четвергу, как кислый квас хлебный, вот такой густой-густой хлеб. Вот этот кислый хлеб нужно будет смешать с солью, купленной в этот день. В чистый четверг вся соль, которая продается в магазинах, является четверговой солью, только что не черной. И если ее купить, отнести в церковь на благословение, вы также получите четверговую соль. Но есть один особенный момент. Такую соль должен купить мужчина. Обязательно. Считалось, что мужчина ходит под Богом, женщина под мужем. Муж должен принести в дом вот эту соль. Соль смешивается с хлебушком, с когором, да, вы помните. В итоге у нас здесь соль, хлеб, когор и вода. Все это смешивается до такого соленого хлебного теста и заворачиваются вот такие вот колобочки. Льняные или тканевые, любые. И как Иисус Христос начинал умирать с четверга, так и здесь. Соль у нас будет, вот этот колобок у нас будет умирать. Мы его сжигать будем в печке на 12 полинет по числу апостолов. В печке будет гореть ярко какой-то сосед пришел к нам. Соль будет гореть ярко красным таким пламенем, там будет прям, как будто металл горит, а спички мы достанем. Вот такие черные соляные камни. Тут вот видно, что сгорела соль, сгорела на самом первом, на самой высокой температуре, прямо на костре она горит, на первом жару. Это вместе с тряпкой, да? Тряпка сгорела так же, уже не осталось ее, она только форму оставила нам. Что вообще-то черное, почему черное стало? Что сгорело? Хлеб. Хлебушек, он до уголя сгорел просто. Да, там у нас уголь остался хлебный, вот этот и соль. Такой вот соль хозяйка сложит в чугуны, это очень горячая штука, из печки достается кипяточная, складывается в чугун и несется в церковь. В церкви должны стоять три службы, четверговую, пятничную, последнюю, пасхальную. Благословляется специальной молитвой. У нас даже в церкви утеряна эта молитва, благословение черной соли. У нас вот владыка эту молитву восстанавливал, благодаря своему возрасту преклонному. И после того, как эта соль благословится, после этого хозяйка может забрать после последней службы и принести домой, доготовить ее дома. В общем, нам нужно камень этот разбить сначала. На маленьких кусочков. А затем нам помогут простые ступы. Ступы разные, я хочу вам их показать. Это ступа деревянная, ей побольше лет, чем всем остальным. Здесь она работает за счет силы хозяйкиных рук. А также стоит она, видите, на бедре устанавливается. Тут тумбочка специальная для нее. У такой ступы есть талия. Есть талия даже на песте. И вот сколько сил есть, столько и будет она лучше стоять. Другая ступа, которую изобрел тот самый изобретатель Пернандос. Вам рассказали ведь про него? Да, мы рассказали. Ну, слава богу, хоть про него рассказали. Помните, да? Пернандос изобрел драночный станок. Вообще, удивительная история. Человек посвятил всю свою жизнь созданию механизмов, которые облегчают труд крестьянства. Вот одно из их его изобретений, такая латунная ступа. А также холодная сварка. Мужчины знают, что это такое, тоже изобрел он. И здесь все проще. Там вы видели, да? Нужна сила. Здесь сила не нужна, здесь все делает механизм. Она просто вращается сама и сама натирает. Ну и третья ступка у меня вот есть. Каменная ступа. Ступа травницы. В аптеках иногда использовали. Здесь мы все это делаем уже с помощью втирания. Очень удобная ступа для того, чтобы травки какие-нибудь, например, из них сок доставать. Все это мы растолчем. Всю эту соль. И, в общем, сложим в солоночки. Солонки для черной соли были специальные. Деревянные ножки, похожи на рюмку деревянную. Или солоночка берестяная. Вот как у нас. И на самом деле хозяюшка поставит на стол. Первый продукт, который будет благословлен, это пасхальное яйцо. Солью будет посыпано. А потом каждый раз, когда на стол будет ставиться еда, будут благословлять солью эту еду. Я вам предлагаю взять хлебушек. Это деревенский настоящий хлеб. Макать хлебушком соль. Ну и пробовать, что это такое. А то рассказываю. И хлебом солью вас не встретили, да, вообще? Пробуйте. А вы не постесняйтесь, макните посильнее-то. Ну а пока я хожу, давайте расскажу еще вот что. Хлеб, например, вот мы русские люди, а как кушать, мы его забыли. Все дело в том, что хлеб подавали на стол с сиротскими кусками. Это большие куски, которые назвали так, потому что когда дети сироты ходили, просили подаяния, было положено подать ребенку половину хлеба, который есть дома. Отрывали, и большой кусок получался. Большие куски называли сиротскими. В общем, такой кусок хлеба получал каждый. И нужно было с первым блюдом вынуть из хлебушка мякоть, посыпать собственной солью, а потом съесть уже супом. Корочку кушать нельзя было с первым блюдом, потому что корочка будет тарелкой. Тарелок в крестьянских семьях не было. Вот считается, что глиняные тарелки в огромном количестве держали не так, потому что помыть-то где такое количество. Поэтому использовали хлеб как тарелку, удобно сразу съел, да. Тут можно поспорить, кто придумал бургер на самом деле. Совершенно спокойно, чем не бургер. Но вот относительно тарелок мы занимались. У нас есть тарелочка здесь местная. У нас был в деревне Песошно гузнецовский фарфоровый завод. Крестинин работал на этом фарфоровом заводе. В общем, он украл эту тарелку, которую сам расписал. И тарелка эта у них висела дома для красоты. На ней надпись «Боже да и счастье». Вообще говоря, что характерные именно христианские вещи надписями разными. «Боже да и ангела» или «ангел-хранителя» с какими-то пожеланиями обязательно. Здесь у нас вот такая. Мы когда делали, копировали тарелку, мы копировали для того, чтобы сделать магнитик для гостей. Уменьшали эту тарелочку в размере. Очень здорово. Когда можно еще... Сейчас дайчик вот сейчас все попробуют, я принесу. Чтобы дети смогут еще пожевать всегда у нас. Не остается никогда. Он печется в вербное воскресенье. Берите детки и не детки. Кто захочет. Да, хлебушек напекается в вербное воскресенье и дальше... В этот же день разламывается. Да, в этот же день начинается заквашиваться. Да, с вербное воскресенье идет готовка. Ну, на самом деле, на этом экскурсия наша закончена. Уже, наверное, очень много времени. Нет? Нет. У вас... У вас 7.30 у вас отправление. У вас также есть еще возможность зайти в часовню, посмотреть, как выглядит лавка, если вы хотите. Пожалуйста. Удачное вам путешествие. Убрано уголочек. Убрано уголочек.